До больших парадных залов. Они действительно большие, потому что Павел стал императором. И очень маленькая загородная резиденция, стены которой по существу мы только что с вами поселили, она просто не вмещала приборных. Конечно, Павел мог бы жить в царском селе, но там слишком все напоминало Матушку и Катерину, ему это было неприятно, и поэтому Брэнда, ставший в этот момент главным архитектором дворца, он устраивает его. Он строит два полуциркольных корпуса, два критерия и дворцовую церковь. Здесь картинная галерея, это лучшее для нее место, потому что в солнечный день, летом, живопись превосходно освещена естественным образом. Проходя по залу, вы, наверное, уже заметили, что представлены все жанры живописи. Вы видели любые сюжеты, портреты, бейзажи, с этой стороны были манерные сцены, мало залазов, но для дворца, построенного стиля и классицизм, важнее всего античное искусство. А здесь это картины на мифологические сюжеты. И вы меня простите, я вас сейчас буду запугивать, а вы, пожалуйста, испугайтесь. Я вам напомню мит про Аполлона издавшим. Аполлон, вообще говоря, бог солнца и красавец-мужчина. Однажды он победил дракона Тифона, и при этом очень гордо и стоял над его повышенным телом. А тут маленький мальчик с крылышками, Амуром звали. И Аполлон, в общем-то, вполне резонно заметил ему, зачем ты спишь своим маленьким луком, когда я сел с большим. А Амур был вредный. Он из толщина достал сразу две стрелы. Стрелу любви направил в сердце Аполлона, а стрелу ненависти в сердце принцедантной. И вот когда он мит увидит, он влюбленный кидается к ней, мит по ужасе бежит от него, вот на картине заманяя стену этот момент. Но вы же понимаете, от бога не убежишь. Улыбаетесь, мит по это тоже понимала. Между прочим, и сразу, как наши девочки, в случае проблем с папинкой. Но у нее папинка был богом рез, и не подумав, превратила свою дочь в лавровое дерево. Мит на этом заканчивается, а вот фильм ужасов из наших дней только начинается. Вы представьте, на глазах влюбленного юноши прекрасная барышня покрывается королем. А он, видите, у нее из пальчиков уже веточки прорастают. И если говорить современным языком, то Аполлон наверняка был в сходе. То есть, если же так про бога можно сказать, то до конца своей дырой вставал с плавровым венком. Вот в память об этой митке. Все это я вам рассказываю не случайно. Я должна вас любопытить. В нашем дворце амуры чрезвычайно опасны. Не в этом зале, но вы должны быть готовы. А здесь мы стоим, чтобы успели полюбоваться чудесной французской бронзой. Я открою вам еще один секрет. Вот сердцу петербуржца особенно милы вот эти вот канделябры. Потому что они сделаны по эскизам фалькане. Того самого фалькане, который создал символ нашего города. Медный всадник. А вот вазы. Их часто называют сплетницей. Потому что барышни 10 лет говорят о колократоре вазы. А мы так до сих пор и не знаем. Кто художник. У Воронихина, у Тома де Томона. И многих современников были очень похожие рисунки. Ну хотя бы потому, что ваза по форме восходит конечной. Но мы все равно про нее много знаем. Мы, например, знаем, что все части этой вазы фарфоровые. А металлические только стержень внутри, на котором она собрана. А еще мы знаем, что ваза была сделана на императорском петербуржском фарфоровом заводе. Что касается их тайны, вы задавайте вопрос не только тогда, когда меня нет.